доброго денька друзья это обзор playstation 5 а вернее ответы на вопросы зрителей также впечатление после ее использование уже больше трех недель я ее приобрел еще в прошлом году примерно 17 декабря если я не ошибаюсь она ко мне приехала в интернете там конечно же были различные слухи что есть например две версии playstation 5 в плане того что есть версия с одним вентилятором а есть немножечко с другим вентилятором и отличаются они как раз таки вот применением разных вентиляторов и одна чуть больше шумит не знаю какая лично мне досталось в принципе шумит вот сам вентилятор сама система охлаждения не сильно перегревается не выключается сама по себе так что качество нормальное по поводу качества пластика самой playstation 5 она лучше чем у четверки то есть она не скрипит если ее сдавливать как-то скручивать но вот это вот центральная глянцевая панель она конечно заляпывается то есть и пылью быстро покрывается то есть это вот подставочка на которой она стоит очень хлипкая вот сейчас она включила диск его слышно достаточно как он крутится но это еще не максимум оборотов когда она устанавливает игру и крути диск на максимум она начинает резонировать и за счет своей хлипкой подставки и создается достаточно сильный шум от привода когда играешь она так быстро прям диск сильно не крутит но все равно привод как бы слышно то что он крутится быстро вот и она в процессе игры бывает еще дан раскручивать диск начинает то есть хоть и игра вроде бы установилась на жесткий диск причем занимает место очень много также как цифровая версия вот в чем прикол понимаете и по поводу игр на playstation 4 скажу скажу сразу все абсолютно игры которые я запускал от playstation 4 они работают идеально безупречно я запускал и last of us и жизнь после и метро 2033 я прошел они естественно достаточно быстро запускаются побыстрее чем на playstation 4 pro или по обычной playstation 4 то есть на playstation 5 за счет ssd диска их также эти игры можно конечно установить на внешний жесткий диск по идее памяти в консоли у нас не так уж и много то есть около 800 мегабайт и она быстро забивается если мы туда будем устанавливать все свои игры от playstation 4 мы быстро забьем внутренние ssd консоли поэтому можно взять внешний жесткий диск с хорошей скоростью из битриноль и на него в принципе накатить все игры на playstation 4 то есть игры от ps5 на и избишный диск не установится а вот от четверки спокойно мы его форматируем как дополнительное хранилище в настройках системы и все по интерфейсу значит в принципе он удобный сильно он не отличается от того что было на playstation 4 на playstation 5 он стал побыстрее пошустрее чуть поудобней по поводу также вот этих вот всех нововведений и фишечек в dual sense про сам геймпад работает он довольно долго но не сказать что прям сильно дольше чем дольше чем дал шок 4 заряжается в районе трех двух часов можно заряжать от консоли можно док станцию специально для него купить по поводу вибрации и его новых функций они работают исключительно в играх от playstation 5 и в играх в которых это хорошо реализовано как вот в astro playroom вот в демон souls вибрация есть но она далеко не такая как в этой игре то есть там ничего близко даже нету на эту игру похоже в играх от playstation 4 у нас просто обычная вибрация как будто два вибромоторчика то есть ничего выдающегося сами курки они никаким образом не сопротивляются в играх от playstation 4 также по играм playstation 4 их запуску есть игры которые разработчики нет делали апдейт никакой до playstation 5 поэтому они просто работают как на четверке есть те которые игры которые получили некое обновление и они могут там работать с большим количеством fps и чуть лучше запускаться быстрее естественно загрузка но а в принципе нет адаптированной игры она тоже будет быстрее запускаться а если еще адаптированная то еще лучше работа вот никаких функций в настройках типа форсированного режима здесь нет как было у playstation про то есть надо было специально включать форсированный режим для игр которые не имели патча под playstation про здесь такого нет они все работают по возможности на максимум используя возможности playstation 5 а если апдейта нет просто там ну чуть быстрее загруз сам контроллер очень качественные сделаны безусловно не скрипучий можно его так скручивать то есть вызывает он очень приятные ощущения он эргономически удобный встроенный микрофон эргономика стала определенно лучше чем у dualshock 4 и в принципе это наверное лучше геймпад от sony в игры от playstation 4 мы также можем играть dualshock 4 подключив его к консоли dualsense на данный момент он к playstation 4 не подключается компьютеру его вроде можно подключить я насколько знаю а по поводу его подключения там playstation 4 или ps3 это все зависит от sony захотит она добавит поддержку dualsense на ps4 по playstation vr и игр для playstation vr значит чтобы играть в vr нам нужно playstation камера именно от playstation 4 камера которая использовалась vr то есть для playstation 5 есть своя hd камера современная которая там для стримов очень хороша она может удалять фон она имеет 2 2 сенсора по 1080p разрешением и она достаточно хороша но собственно чтобы играть playstation vr нам она не подходит нам нужно вот это playstation камера переходник для нее чтобы ее подключать значит сам psvr а в некоторых игр на нам потребуется для полноценности еще dualshock 4 потому что у него есть лет бар либо playstation в контроллеры следующий вопрос какой софт бесплатно на нее существует программа share factory studio которая была также на playstation 4 это монтажная программа в которой вы можете монтировать свои ролики а потом их выкладывать куда-нибудь на youtube записали геймплей с помощью кнопочки share можно записывать там 30 минут 60 минут full hd видео ну или варьировать сколько там 5-10 минут то есть записываем экран далее монтируем в этой программе естественно с голосом поскольку здесь микрофон либо можно гарнитуру подключить к dual сенсу с помощью 35 джека снимайте на видеокамеру свою и просто монтируйте все ролики на playstation 4 без компьютера а потом на youtube загружаете имеется apple tv в принципе вот так выглядит у меня playstation apple tv плюс приобретен поэтому некоторые вот фильмы сериал я могу смотреть естественно грузится немножко они в 4k получается звук есть русский везде и английский но еще другие языки принципе на русском есть тут фильмы в большинстве случаев я вот какие включал можно выбрать русскую дорожку по поводу youtube а на playstation 4 все работает 4k работает видео на работает приложение достаточно быстро вот пожалуйста моя мой влог автопрогулка по зимнему городу я снимал его в 4k это видео на iphone консоль прекрасно показывает 4k hdr можно тоже смотреть потому что консоль поддерживает hdr 4k все это поддерживается естественно вот все приложения значит из приложений у нас есть нетфликс просмотра фильмов ока она же apple tv мегал twitch youtube вот в принципе такие сервисы ну и вот еще тут дополнительный prime тут есть network какой-то вот по поводу playstation 100 он здесь полностью интегрирован в саму систему то есть здесь он стал очень очень быстро здесь сейчас не загружается какое-то отдельное как будто приложение вот он просто встроен в систему вот когда мы его нажимаем вот он сразу уже у нас видео таких пиктограммах имеется единственное что неудобно это перенос сохранений перенос сохранений я так и не разобрался как перенести просто тупо сейвы playstation 5 игр на флешку там есть возможность их скопировать за счет если у нас есть подписка playstation plus а если ее нет как перенести на флешку я не понял достаточно заморочена здесь библиотека игр она воспроизводит значится у нас 9 без проблем blu-ray и blu-ray 4k это все без проблем воспроизводится но естественно 9 и в blu-ray обычно они будут региональные ограничения иметь 4k blu-ray не имеют региональных ограничений поэтому любого региона запустят популярная тема относительно пиарившиеся маркетологи что мол у вас телевизор не 3d вы смеетесь срочно срочно мать твою бегите в магазин покупайте себе 3d телевизор вы что вы что дядя вы в каком веке живете где ваш 3d телевизор сейчас все телевизор из 3d любой хороший телевизор должен быть 3d playstation 3 там выходила куча игр с 3d killzone 3 uncharted 3 этот самый resistance 3 они все были с 3d куча фильмов выходила с 3d титаника в 3d с 3d выпустили терминатора второго в 3d самый лучший фильм самый великолепный божественный маковка снимался на ультрадорогущий настоящий 3d камеры единственный лучший фильм в 3d до моих на мое мнение вот мое мнение единственный фильм который стоит смотреть в 3d и это наслаждение именно в 3d это resident evil 4 а именно обитель зла 4 вот но маркетинговый план сменился 3d телевизоры стали абсолютно никому не нужны и сейчас ты покупаешь любой топовый современный ультра современные фокин телевизор hdr со всеми делами но при этом он не поддерживает 3d и playstation 5 тоже не поддерживает 3d вот такие дела на playstation 3 можно посмотреть blu-ray 3d а вот на playstation 5 нет то есть игры купленные для playstation 4 story они будут у вас запускаться она будет отображаться как игра playstation 4 у вас будут работать все сохранения от playstation 4 у вас будут ачивки именно от playstation 4 и когда вы будете получать ачивку на ps5 в игре от playstation 4 она будет зачисляться как игра ачивка для ps4 игры то есть вот это все будет работать аналогично как будто у вас по не ps5 и playstation 4 другие игры никаких систем она не поддержит никаких playstation 3 2 1 она не поддержит это я проверял еще в первом своем выпуске так следующий вопрос про систему стриминга консоли ну давайте включу вам demon souls посмотрите как он быстро запускается и вообще поговорим еще про стабильность работы а именно на примере игры demon souls которая была приобретена мной за 5 700 денег игры довольно дорогие запускается быстро вот мы включаем игра крутая графика замечательная все прекрасно и замечательно но периодически глючит именно эта игра бывает такое что запускаешь и она допустим может вылететь с ошибкой то есть играешь 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 бац ошибка игра вылетела в дашборд вот это вот небо это типа загрузка вот она буквально секунды 3 загружается и все вот она уже загрузилась то есть в играх практически нет подзагрузок работают очень быстро прямо но какая проблема была в этой игре она запустилась вот появился персонаж но управлять не можем просто запустилась и сразу же зависла все пришлось перезапускать но была прям вообще жуткая один раз проблема значит не выходя из игры была выключена консоль следующим образом ну вот допустим вот так и здесь нажимаем перейти в спящий режим потом запускаем игру она не запускается вообще то есть она зависает на вот этой заставке где написано demon souls а дальше меню не появляется и все ничего не получается сделать вообще то есть как бы мы не пытались включить эту игру никак вообще и выключаешь консоль и вынимаешь диск и ничего не срабатывает подумал что то с сейвами наверное произошло пытаюсь ну надо по идее их удалить но персонаж то уже прокачан как бы не хочется терять все те часы которые ты провел в игре и насмарку удалив сейвы типа для проверки запуститься нет пытаюсь скопировать их на флешку флешку видит но скопировать нельзя может только удалить нифига с сейвами не разобрались можно скопировать их вот есть у тебя ps plus подписка а так нельзя что делать взял удалим просто все данные игры которые были установлены на консоль вместе с обновлением удалил установил заново установил обновление все равно не включается что делать единственная последняя попытка пришла ко мне в голову создать другой аккаунт создать чистый аккаунт я его создал с того аккаунта эта игра запустилась а потом я просто переключился на свой уже аккаунт и она уже включилась на моем основном вот такая фигня была с демон соусом в принципе в остальном работает нормально за исключением вот таких вот некоторых багов которые встречаются в этой игре так в целом игра классная графика неплохая но вот этих вот всяких там фишечек супер-пупер вибрации адаптивных курочков здесь особо на это не реализовано то есть здесь есть звуки которые идут из самого динамика и они круче чем DualShock 4 раньше это было DualShock 4 на PS4 как это было вот ну по большей части там берешь какой-нибудь там аудио дневник и у тебя из этого динамика или какая-нибудь рация или здесь здесь дополняется звуковая картина и порой это реально круто то есть вот удар допустим мяча он в частности отзывается еще в динамике контроллера это можно отключить в настройках системы но в целом не хочется поскольку это интересно расширяет звуковую картину и вообще что стоит сказать здесь как бы применяется хороший аудио чип как сама Sony заверяла звук в принципе действительно объемного сейчас стоит на ресивере DTS на задних сателлитах в принципе объемного звучания доносится некоторые звуки если кто-то подойдет в игре сзади то мы услышим это из задних колонок но прям какого-то сильного отличия от PS4 и PS3 я не услышал звук хороший, четкий, отчетливый никаких проблем но вау эффекта по крайней мере у меня это не вызвало вот нажимаем показ выбираем платформу допустим YouTube название стрима мы можем вывести ввести определенные теги описание и конфиденциальность для всех либо скрытая либо закрытая ну допустим я сделаю тестовый закрытый вот нажимаю прямой эфир начинается показ он подключается к серверу YouTube то есть сначала мы добавляем канал все идет показ вот здесь у нас будут писаться комментарии которые люди пишут они будут появляться на несколько секунд исчезать в принципе все у нас эфир идет особых никаких настроек нету звук у нас записывается на микрофон самого DualSense средненький то есть здесь есть шумоподавление в этом он не будет записывать как мы клацаем кнопочки это зрители не будут слышать потому что есть система шумоподавления ну и прям супер качественного звука естественно мы не получим также мы можем подключить гарнитуру и тогда будет звук лучше здесь у нас есть остановить показ либо приостановить его все трансляция записалась на YouTube как видите никаких особых настроек здесь по этому нет поэтому модерировать чат мы не можем если нам кто-то начал всякую хрень писать мы на это повлиять самой консоли не можем поскольку влиять на чат мы не можем никак только вот если на телефоне дополнительно откроем свою же трансляцию и будем оттуда модерировать чат также мы естественно не можем прикрутить донаты если только какого-нибудь будет настроить как-то чтобы система доната выводила еще сообщения в чате типа бота какого-то накрутить чтобы мы видели домат который отображается в чате например так в целом систему там того же донейшин алерт сюда не прикрутишь нормальными способами можно взять купить эту playstation камеру будет дополнительная типа вебка у вас вот можно это сделать в целом удобно когда просто хочется поваляться поиграть но и при этом чтоб допустим люди могли посмотреть твою трансляцию но полноценный конечно стрим из этого навряд ли получится ну и еще определенно сам интерфейс лучше то есть у иксбокс это ну это невозможно это просто как это там черт ногу сломит у меня несколько раз был обычный иксбокс ван с но иксбокс серия икс там или как он там называется новый иксбокс там не стало лучше там в принципе точно такой же вот этот плиточный интерфейс это все настолько заморочено настолько неудобно но на мой взгляд может кто-то поспорить со мной но на мой взгляд интерфейс playstation интуитивный он понятный он простой ты включил playstation 5 и ты сразу понимаешь где что находится вот видео например да экран регулировка области изображения или вот например формат видео информация видео выходе у нас сейчас стоит full hd 60 герц rgb по поводу кстати разрешений она поддерживает 4к 1080p 1080p и 720p как видите в меню даже нету 8к хотя вроде бы на коробке написано что 8к тоже должно быть но в меню 8к нет только вот от 720p телевизоры поэтому соответственно любой любой абсолютный телевизор я май портом который имеет разрешение 720p а это там я не знаю начало 2005 года все телевизоры уже были либо hd-ready так называемые это вот те которые 720p и 1080i и full hd это уже 1080p поэтому в принципе хоть древний у вас телек с hdmi хоть новый телек 4к у вас все будет работать единственное на старых full hd телевизорах с hdmi портом 1.3.1.4 не будет поддержки hdr расширенный динамический диапазон который используется в кино и в играх ну и 4к сигналы вы тоже не получите стоит ли ее покупать на старте но если у вас есть playstation 4 то не стоит а если у вас playstation 4 не было и вы хотите приобщиться в том числе к геймингу ps4 игр ps5 игр в дальнейшем выходив что да можно купить а так если есть четверочка можете спокойно подождать еще годика два потом она выйдет какая-нибудь обновленная ревизия которая будет меньше компактнее меньше будет шуметь и выйдет самое главное что больше игр поскольку играет и вы вы Продолжение следует...